Уход за черешней. Черешня – вкусная и сладкая ягода, к тому же очень полезная, укрепляет иммунитет и улучшает здоровье. Именно поэтому деревья есть во многих частных домах или на дачных участках. Правильный уход за черешней позволит добиться регулярного плодоношения. Однако выбирать следует плотные черенки с развитой корневой системой. Особенности ухода за черешней после посадки. При посадке в яму необходимо внести удобрения. Благодаря им росток будет получать необходимые минералы в течение ближайших трех лет. Чем подкормить черешню в момент посадки? 60 грамм сернокислого калия. От 100 до 120 грамм суперфосфата. Если выбор полноазотные удобрения, это их придется вносить в очву регулярно. Они имеют свойство быстро вымываться. На второй год роста подкормка молодой черешни производится 120 грамм мочевины. Ее потребуется опустить на глубину не менее 10 сантиметров. Рекомендуется совместить данный процесс с поливом. Допускается выбрать другую схему. Мэй июнь 20 грамм карбамида разводятся в 10 литров воды. Удобрение выполняется три раза. Рекомендуется также повторить на третий год роста дерева. Черешня требует уход на четвертый год жизни. Подкормка выполняется в борозду глубиной в 25 сантиметров. Весной в нее целесообразно вносить мочевину с поливом. Когда наступит осень, в канаву добавляется 300 грамм суперфосфата в гранулах и 100 грамм сернокислого калия. На замету, борозда необходима, ведь у дерева корни расходятся в разные стороны и выходят за пределы круга. Именно поэтому полив выполняется не в районе ствола, а на несколько сантиметров за его пределами. Дополнительно потребуется выполнять известкование один раз в 5 лет. Для этого делается состав из пушунки, мела, золы и доломитовой муки. Дозу состава потребуется рассчитать индивидуально. Она напрямую зависит от степени кислотности почвы. Не допускается сочетать известкование с внесением удобрений на основе органических элементов или азота. На ряд и год развития растения потребуется удобрить грунтом афосным компонентом. Потребуется взять 30 грамм вещества и развести его в 10 литров воды. После сбора урожая под дерево выкладывают 20 килограмм перегноя. После посадки нужно вносить удобрения. Первое созревание проходит в период с 4 по 6 год. После начала процесса в борозду вносится только 200 грамм мочевины. В сентябре также можно добавить 40 килограмм компоста или специального перегноя. Черешневый купол нуждается в умелом формировании. Если весной не обрезать крону, она слишком сильно вытянется. Обрезку целесообразно производить перед началом движения сока и до теплой погоды. Совет. Первый год ствол обрезается полностью на 50-70 сантиметров от земли. Благодаря этому плоды в будущем будут формироваться на удобном расстоянии. Проводник в центральной части ствола не должен быть выше скелета более чем на 15 сантиметров. На втором году развитие потребуется обрезать каждую ветку минимум на одну треть ее длины. Побеги, образующие центральный проводник, должны формировать крону в форме кольца. Урожай будет хорошим, если в первом ярусе оставить не более трех веток. В противном случае в процессе роста длинные побеги скелета потребуется регулярно укорачивать. На втором ярусе должно остаться не более двух направляющих веток. С их помощью удастся закончить формирование крона за счет боковых побегов. Ветка, которая в этом не участвует, не должна быть длиннее 30 сантиметров. Когда дерево начнет плодоносить, потребуется отогнуть его ветки горизонтально. Для этого применяются специальные распорки с грузами. Благодаря этому удается ускорить плодоношение. Центральная направляющая ветка не участвует в данном процессе. Конструкцию можно убрать только осенью. За этот период удастся зафиксировать крону в нужном положении. Как ухаживать за черешней, регулярно дающей плоды? Для этого достаточно производить санитарную обрезку один раз в год. В процессе устраняются ветки, направленные внутрь кроны. Если побег полностью сухой, его потребуется обрезать без образования пенька. Срез тщательно обрабатывается садовым вором. Привитое дерево требует особого внимания к корневой системе. Пара слет удаляется непосредственно у самого ответвления. Обрезка черешни Некоторые садоводы предпочитают выделить время для обрезки осенью. Однако далеко не все считают такой подход правильным. Человек получает возможность заранее устранить старые и слабые побеги. Они могут быть обрезаны не короче 30 сантиметров. Процедура дает возможность дереву подготовиться к периоду покоя. Совет. Если саженцу всего один год, обрезку осенью его веток производить нецелесообразно. Чтобы дерево смогло перенести холода, требует осенью внести почву калий и фосфор. Взрослое дерево с легкостью переживет холод, а вот молодой побег нуждается в укрытии. Для его создания следует применять только натуральные материалы, к примеру, мешковину. Вокруг корней почва мульчируется торфом или компостом. Влагозарядный полив черешни составляет 5 ведер. С их помощью удается в несколько раз увеличить морозоустойчивость. Дерево прекрасно перезимует и не пострадает от плохой погоды весной. Негативно повлиять на ствол дерева может не только мороз, но и солнце. Для защиты рекомендуется производить побелку ствола и основных веток. Процесс простой и убережет от негативных последствий. Подкормка черешни весной в Адмосковье. Если дерево растет в Адмосковье, его можно подкармливать неорганическими удобрениями, в состав которых входят следующие компоненты. Фосфор стимулирует образование цветков. Если почве его недостаточно, листья приобретают серый оттенок. Магни способствует образованию побегов и листвой. С внесением вещества почву нельзя переусердствовать, иначе листья станут коричневыми. Удобрение с калием повышает иммунитет побега. Он не пострадает от морозов и других негативных внешних воздействий. Ускорить рост саженца поможет азот. Он необходим для формирования хорошей кроны. На фоне недостатка вещества будет активно увеличиваться количество жировых побегов. Калий помогает дереву зацвести и сформировать достаточное количество почек. Дополнительно у дерева будут образованы достаточно крепкие и мощные ветки. Если возникает вопрос, чем подкормить черешню весной, внимание следует обратить на органические удобрения. Среди них большой популярностью пользуются перегной, жижа из навоза, компосты, раствор и страв. В Адмосковье также практикуют выращивание специальных культур в Адвазеревом. Для увеличения содержания азота в очве рекомендуют посадить бабулы. Как поливать черешню? Дополнительно следует задуматься, как в разные этапы жизни поливать черешню. Процесс в обязательном порядке производится в мае. В этом месяце наблюдается активное наращивание зеленой массы на кроне. В июне, необходим для правильного формирования плодов. В осенние месяцы, правильный полив позволяет дереву перезимовать без лишнего вреда для корневой системы. Частый полив может привести к загниванию, рекомендуется производить его один раз в неделю. Вокруг взрослого побега рекомендуется сделать кольцевую борозду. Совет. В период плодоношения дерево не поливается. В противном случае плоды могут растрескаться. Уход за черешней после плодоношения. Дерево начинает цвести сразу после выхода из состояния покоя. Для получения хорошего урожая потребуется выяснить, чему добрять черешню осенью. За зиму все микроэлементы смогут проникнуть глубоко в очву. После сбора урожая допускается также проводить обработку против вредителей. Процесс считается полностью безопасным, ведь вещество не попадет на плоды. Хороший хозяин осенью должен выполнить следующие манипуляции. Обработка прилегающей к стволу почвы. Внесение подкормки. Регулярно умеренный полив. Дерево не заболеет, если регулярно производить профилактическую обработку от вредителей. Обрезка ветвей для формирования кроны. Побелка ствола. Когда лето закончится, вокруг дерева потребуется убрать сорняки. Дополнительно рекомендуется сделать грунт более рыхлым. Процесс можно совместить с внесением удобрения, затем полить минимум 15 литров воды. Если саженец еще молодой, будет вполне достаточно 8 литров. Обработка почвы рядом с черешней чаще всего причина отсутствия урожая кроется в недостаточном количестве витаминов и минералов в очве. Удобрения вносятся в начале осени до начала окончания сокодвижения. На заметку, если затянуть с подкормкой побег может не пережить холодное время года. Если сбор урожая уже завершен, рекомендуется обратить внимание на следующие удобрения перегной, компост и другие варианты органических веществ. Комплексные вещества, которые помогают растению созревать правильно. Цветение будет обильным, если вносить фосфор на калийное удобрение. Азот и другие вещества. Черешня привлекательна для большого количества паразитов. От их негативного воздействия потребуется обработать ствол и корневую систему. В ративном случае в следующем году жучки съедают не только листья, но и плоды. Молодая черешня нуждается в регулярной проверке состояния коры и листьев. Если в результате были обнаружены паразиты, от них нужно вовремя избавиться. Профилактическая обработка увеличить устойчивость побега к негативному воздействию внешних факторов. Обработка ствола дерева паразитов ранний сорт дерева нуждается в специальном уходе, в первый год жизни после опадания листьев. Потребуется удалить с дерева сухие поврежденные ветки. В местах надреза наносится специальный садовый вар. Территория вокруг ствола убирается от веток и тщательно перекапывается. Обильное опрыскивание мочевины выполняется после первого существенного снижения температуры. Средство доказало свою эффективность в борьбе с инфекциями и паразитами. Именно поэтому его используют достаточно часто. Если растение находится на даче, дополнительно его потребуется защитить от морозов. Подготовка к зиме простая, но позволит существенно увеличить урожай в следующем году. В осенний период пространство вокруг ствола заполняется опилками и соломой. Благодаря этому мороз не сможет навредить корневой системе. Если остались явные срезы после обрезки веток, их потребуется закрыть садовым варом. Желательно прикрыть ствол мешковиной. Она не даст грызунам повредить кору. Черешня – неприхотливое дерево. Однако и ему потребуется уделить должное внимание для получения хорошего урожая. В противном случае хозяин рискует остаться без вкусных и полезных ягод на целый год.